Здравствуйте! С полезными советами вновь Марина Рыкалина и Виталий Декобрёв. С чем у нас ассоциируется месяц май? Конечно же, с нежной зеленью, распускающейся листвы и ароматом, пьянящим ароматом, который наполняет наш сад. Наступило долгожданное тепло, в теплице почва прогрелась, а это значит, сегодня будем высаживать в теплицу рассаду. Как всегда, поработаем вместе. Присоединяйтесь. Давайте ещё раз поговорим о том, что же нужно сделать в теплице, прежде чем высадить рассаду. За сезон, за прошедший, в условиях защищённого грунта накапливается много болезней и вредителей. Грунт у нас зимой промёрз, и поэтому мы надеемся, что большая часть вредителей всё-таки погибла. А вот патогенная микрофлора может активизироваться, поэтому тщательно нужно промыть, прежде всего, весь каркас теплицы, любым обеззараживающим средством. Но, пожалуйста, попробуйте обойтись без серных шашек. Это очень опасно для нашего здоровья и губит всю полезную микрофлору, которая находится у нас под ногами. Советуем вам затянуть внутри теплицы весь каркас белым нетканым материалом. Что нам это даёт? Первое, наши растения не получают солнечных ожогов. Плюс ко всему, белый нетканный материал не даёт конденсату, который скапливается на поликарбонате, попадать на растения. Здесь создаётся хороший микроклимат для наших растений, поэтому мы получаем богатый урожай. В нашей теплице установлен инфракрасный обогреватель. Ставить вам его или нет, решать, конечно, вам. Терморегулятор у нас установлен на отметке 15 градусов. И ночью, если температура сейчас 8 градусов, если она опустится, то терморегулятор не даст опуститься ниже этой отметки. Получается, что наша рассада не получит колоссальных стрессов. Сразу после советов Александра Леонидовича Самсонова мы приступим к посадке огурцов. Здравствуйте, дорогие дачники. Что нам необходимо? Это любовь и здоровье. Но чтобы было здоровье, нужно кушать хорошие овощи. Но чтобы кушать хорошие овощи, сначала нужно купить семена, вырастить урожай и наслаждаться этим. У вас проблема с косточками. Что нужно? Кальций. Есть такая репа листовая, сортотип комоцуна. Если у вас проблема с сахаром, есть такое растение, стевия, сладкоежка называется. А есть вот такой интересный пакетик с пилантес. Представляете, у вас заболел зубик. Вы срываете цветочек, положили на зубик, и боль у вас прошла. Салат Азарт. Дефицитные семена, но сейчас они есть в Самаре. Постоянно, все лето мне лично нужно редис. Какой лучше редис? Я советую вам посеять гибриды. Это или молния, или рандар, ну или селеста. Укроп вам нужен, темно-зеленый, чтобы очень долго стоял, не стрелковался. Какой это сорт? И это гольдкроны. Петрушки есть разных видов. Итальянский гигант, кудрявые петра. Не забудьте кабачок. Гольдраж желтый, он украсит любой вам салатик. Тыкву мраморную, как самая сахаристая. Появился томат Биоранж. После этого томата кушать вам будут другие томаты. Очень трудно, дорогие дачники, фермеры. Желаю вам богатого и надежного урожая. До новых встреч на Скате. Семка Самара приглашает фирменные магазины за дачными товарами. Семена, грунты и удобрения. Оптовая торговля 9500-900. Участок у нас небольшой, поэтому в теплице приходится одновременно выращивать как перцы, томаты и огурцы. Так выглядит рассада огурчиков, которую мы вырастили самостоятельно. Выкапываем лунку шириной 30 сантиметров. Да и глубиной можно тоже 30 сантиметров. Этого будет вполне достаточно. И теперь эту почву нам предстоит разнообразить. Добавляем сюда вот такое ведерко. Здесь 5 литров. Это компост. Но можно использовать и перегной. Следующий компонент – это вермикулит. Он служит у нас для разрыхления. Хороший продукт. Он не уходит в глубокие слои почвы. Остается в месте внесения. Чтобы ткани растений были прочными, мы добавляем кремниевую добавку. На одно растение приблизительно 1 литр. И, конечно же, рассаде нужно качественное и доступное питание. А это наш любимый биогумус. Его можно внести сколько ни жалко. С биогумусом переборщить невозможно. Мы добавляем приблизительно 2 литра на одно растение в целях экономии. Все тщательно перемешиваем хорошенечко. И заправляем нашу лунку вот этим богатством. Утрамбовываем хорошенечко. И можно уже приступать к посадке. Рассаду огурцов мы сажали в горшочке с выдвижным дном. Вот сейчас посмотрим, какая у нас корневая система. Нажимаем на дно. И я думаю, что вот такой горшочек позволит нам извлечь рассаду и при этом не повредить корневую систему. Посмотрите, она у нас осталась вся целой. Нет даже малейшего повреждения. Огурцы заглублять ни в коем случае нельзя. Кстати, огурчики многие сажают в лунку. И получают такую проблему. Сам стебель иногда у некоторых дачников загнивает. Лучше огурчик посадить на небольшую возвышенность. А производить в поливы лучше всего ворык, который будет расположен по периметру нашего растения. А поливать мы будем наши огурчики исключительно тёплой водой. Если вы заранее не обеззаразили почву в теплице, то можете при поливе в лечку добавить любой микробиологический препарат. Мы сегодня ещё побалуем наши огурцы препаратом на основе суспензии хлорелла. Помимо всего необходимого питания, аминокислот и витаминов, эти живые микроводоросли содержат активаторы роста. Такой уникальный состав активизирует жизнедеятельность полезной почвенной микрофлоры. После полива обязательно каждое растение подвязываем под самые нижние семидольные листочки. Берём мягкий шнур. Желательно не шпагат использовать, а текстильную верёвку. Делаем свободный узел, чтобы ни в коем случае у нас стебель не перетёрся. И далее закручиваем его по часовой стрелке. Это обязательно. А мы переходим к томатам. Естественно, вот такую рассаду лучше сажать, как говорится, в четыре руки. Давай, Марин, вместе это сделаем. Сразу поставим маркер, чтобы не забыть, какой у нас гибрид здесь растёт. Немножечко нажмём на кашпо, чтобы он легко вышел и ком земли у нас не повредился. Аккуратненько опускаем наш бесценный саженец. Вот, отлично, да, получилось? Где-то вот так он у нас получится. В отличие от огурцов, томатам нельзя давать много органики. Они просто начнут жировать. Переглоем мы внесли всего несколько литров на лунку и 2 литра биогумуса. Прямо обсыпаем корешки в лунке. Разрыхляющие компоненты мы ещё внесли в наш грунт пару лет назад. Дело в том, что вермикулит не разлагается, не уходит в нижние слоя. Кокосовый субстрат гниёт аж целых 5 лет. Поэтому нет необходимости каждый год их вносить и тратить средства. Не переживайте. И в отличие от огурцов, мы здесь сделаем поливочную лунку. Ну, потому что томаты менее капризны. Да, стебель у нас не пострадает, не загниёт. И сразу подвязываем. Подвязываем точно по такому же принципу, как и огурцы. Делаем петлю свободную. И также закручиваем томаты по часовой стрелке. Природное удобрение «Биокомплекс» – это богатый урожай и здоровье ваших растений. Качественный биогумус от ИПЭТ Каченко. Появилась новинка – жидкий биогумус. Спрашивайте в магазинах города. У нас есть правило, какую рассадку мы не сажали. После её посадки мы всегда вносим в зону корней азотофиксирующие и фосфор-калий-мобилизирующие бактерии. В 10-литровую лейку мы добавляем по 3 колпачка каждого препарата. Напоминаем, неудобно нам уже с тобой работать, напоминаем, что использовать такие препараты нужно совместно. Тщательно нужно размешать или взболтать лейку, чтобы всё это равномерно у нас бактерии были. Поливаем. И вот таким нехитрым способом мы наши растения обеспечиваем основными элементами питания. Это азот, фосфор и калий. Нас постоянно спрашивают, а как часто нужно этими удобрениями кормить свою рассаду? Ну, во-первых, это не удобрения, а микробиологические препараты. Они содержат бактерии, а не элементы питания. Бактерии заселяются на корешках и при благоприятных условиях они там размножаются и начинают свою работу. Но вот какие благоприятные условия нужны для бактерий? Ну, во-первых, должна температура почвы быть не ниже 15 градусов, плюс 15, почва должна быть влажная, и в почве не должны присутствовать какие-то химические элементы в виде химических удобрений. Ну и пересыхать она не должна, и тогда вносить такие микробиологические удобрения вам всего лишь понадобится два раза за сезон. То есть такое удобрение, оно ещё экономически выгодно получается. И если пользоваться такими бактериями, то и на удобрениях, например, компосте и биогумусе вы также сможете сэкономить, поскольку азотофиксирующие бактерии получают азот из воздуха и отдают нашим растениям. А ещё ведь как часто бывает в дачнике, вы вносите элементы питания в почву, но по причине, что почва кислая или наоборот щелочная, это питание ложится мёртвым грузом, и растения его усвоить не могут. Так вот, фосфор, калиймобилизирующие бактерии, переведут это питание в доступную для ваших растений форму. Удобрения азотовид и фосфатовид для экологически чистого земледелия. Возьмите минеральное питание у природы. Спрашивайте в магазинах вашего города. На днях мы устанавливали теплицу вместе с Владимиром Григорьевым, нашим родственником. И сегодня вам, дорогие телезрители, хотим показать весь этот процесс. Ну, как мы устанавливали, ни Владимир, ни мы с тобой к этому отношения не имеем. Мы просто наслаждались слаженной работой профессиональных монтажников. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Владимирович, сегодня вы вместе со своим коллективом ставите какую-то уникальную теплицу. Вот мне уже, например, завидно от того, что я вижу, она очень высокая. Да, это теплица самая высокая из серии, 3 метра шириной. Она, у нее высота 2,60. И обратите внимание на стенки. Стена почти ровная, чтобы растения чувствовали себя уютно и не надо было их подвязывать. Мы сажаем постоянно высокорослые гибриды в теплице. И томаты, и перцы тоже у нас под 2 метра. Поэтому это, конечно, очень удобно. Это идеальная теплица для таких гибридов. И еще, Виталий, я хотел бы обратить внимание, что с этой теплицы пришел лучший поликарбонат. Он хоть и 4 миллиметра толщиной, но плотность 0,85. Это классический поликарбонат. Все стараются сэкономить и делают поликарбонат маленькой плотности. Здесь классический. Чем еще отличается эта теплица? Пойдемте посмотрим. Первое, что мне бросается в глаза, это необычная форточка, которая открывается вверх почему-то. А у обычных теплиц это сделано из-за того, что все-таки дверь больше, чем у обычных теплиц. Просто эта форточка очень удобная. Она фиксируется с помощью газ-лифта, и не нужно ее дополнительно крепить. То есть она закрывается очень удобно и открывается. Так, закрываем форточку. Форточку, фиксируем ее здесь. Вот. Открываем. Можно посмотреть, да, дверь широченная, очень удобно будет заходить с тележками. Здесь есть порожек. Да, нужно его перешагивать для того, чтобы не заносить никакую заразу. То есть ничто не взлетало, не задувало и так далее. Вот. И при открывании двери, дверь, чтобы не втыкалась никуда, то есть она приподнята. А самое интересное, то, что теплица вот такая, казалось бы, большая, собирается всего лишь, вот, сколько мы снимаем, 15 минут буквально. И уже каркас готов. Виталий, ну, кроме вот этой работы, здесь будет выравнивание теплицы по уровню, по диагоналям. И это займет тоже очень много времени. Плюс вырезать будут поликарбонат под форточки. Владимир Владимирович, вот правильно я вас понял, что ребята будут еще выравнивать. Вот этот участок немножко под наклоном, то есть они будут приподнимать, и чтобы теплица стояла по уровню. Это нужно сделать обязательно, иначе будет деформироваться сам поликарбонат, может даже попортиться. А вот мне жалко, что не выставили мне на участке теплицу, потому что те, кто мне устанавливал, даже на это не обратили внимания, и она стоит под наклоном. То есть по уровню ее не выравнивали. Жаль. Следующую теплицу обязательно будем заказывать у вас. Качественные теплицы из поликарбоната вы можете приобрести в артеле Григорьева, а также любые металлоконструкции на заказ. Работа у нас идет, и нам остается посадить только перцы. В лунку насыпаем немного биогумуса, в принципе, как и с томатами, с органикой мы перепарщивать не станем. И давай сразу добавляем немножко кремниевой добавки. Да, напомним. Используя такую добавку, и ваши растения будут крепче. А, соответственно, если кремния им будет хватать с лихвой, то и вашему организму этого элемента питания будет предостаточно. Через неделю наша рассада хорошо приживется, и мы будем делать первую подкормку. Жидким биогумусом он сейчас есть, вот такое концентрированное удобрение. И добавим в него мягкое гуминовое калийное удобрение. Ну, а полив наших перчиков мы будем также производить с использованием микробиологических препаратов, азотофиксирующих и фосфорокалиемобилизирующих бактерий. А Василий Полевой, как всегда, расскажет, как бороться с нежелательными насекомыми на вашем приусадебном участке. Как говорится, хорошо то, что качественно. Здравствуйте, уважаемые дачники! Продолжаю тему борьбы с муравьями. Самым эффективным способом избавления от муравьев является использование различных приманок в форме порошка, гранул, таблеток или гелий. Приманка – это готовый к применению препарат, который действует по принципу эпидемии. Рабочие муравьи находят приманку и, приняв ее за корм, доставляют в муравейник, где скармливают всему населению гнезда. Муравьи гибнут через несколько часов после поедания приманки. А когда погибает матка, воспроизводство насекомых прекращается. Полностью муравейник вымирает через 5-15 дней. Приманки выпускаются в различных формах. Например, приманка предлагается в капсулах по 2,4 штуки в упаковке. Эти капсулы открываются и раскладываются на дорожках передвижения муравьев. Также приманка в форме порошка выпускается в пакетиках по 5 грамм и банках по 100 грамм. Если вы точно знаете, где расположен муравейник, тогда можно обработать его контактными препаратами, такими как порошок от муравьев. Если правильно применить средства, то муравьи исчезнут через 1-2 дня. Не забудьте и про таких опасных вредителей, как энцефалитные клещи. Обработайте свой участок жидким концентратом. Он рекомендован как против клещей, так и против назойливых летающих насекомых, комаров и мух. Обычно достаточно двух обработок за сезон, чтобы эффективно справиться с этой проблемой. Дополнительно, во время пребывания на воздухе советую вам воспользоваться индивидуальными репеллентами, например, абсолютной защитой с максимально разрешенным содержанием деты 50%, что надежно защитит вас от укусов как насекомых, так и клещей. Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности вашего будущего урожая. Василий Полевой, даешь урожай в центнерах. Оптовый центр «Зеленый остров» рекомендует абсолют приманку и средства от муравьев. В розницу спрашивайте в магазинах города и в отделениях Почты России. Опт, проспект Кирова, 41. Марин, вот ты, как обычно, паникуешь, переживаешь, но посмотри, все ведь сделали. Самую основную работу на сегодняшний день мы выполнили с тобой, заселили в нашу теплицу новых жильцов. Теперь моя душа спокойная, и что мне больше всего нравится, обогреватель уже работает. А днем здесь будет открываться автоматическая форчка, поэтому можем появиться теперь только дня через 3-4. Ну что ж, на этом у нас все. Как всегда, вместе с вами работали Марина Рыкалина и Виталий Декобрев. Если у вас есть вопросы, задавайте их в социальных сетях. До встречи!